Радио Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. В ближайший час провести вместе с нами. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастья дарят. Дружбы алые зори над слепками горят. Дружбы алые зори над слепками горят. На вечную дружбу хорошие люди чадистую верную клятву дают. Будом вдохновенным геройкой будет. Народ прославляет отчизму свою. И от края до края людям счастья дарят. Дружбы алые зори над слепками горят. Дружба алые зори над слепками горят. Песня о дружбе 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 мероприятий. Представители Минкурортов Республики проинспектировали ход реализации нового проекта комплекса «Сусрука» в столице Кабардино-Балкарии. Здесь появится смотровая площадка. Средства на капитальные обновления выделены по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем гранта составил свыше 10 миллионов рублей. Уже позади больше половины работ. Сейчас специалисты обустраивают верхнюю площадку. Скоро на нее можно будет подняться по реконструированной лестнице, а на нижней площадке установили крытую сцену. Завершить все планируется к концу этого года. Добавим, что в рамках нацпроекта в Республике намерены реализовать еще 54 объекта. В Черекском районе КБР состоится уникальное представление. В Кабардино-Балкарии в девятый раз пройдет тематическое мероприятие, посвященное предстоящему празднику – Дню Победы. Руководитель театра песни «Амикс» Кабардино-Балкарского Госуниверситета. Заслуженный работник культуры КБР Амир Кулов в рамках авторского проекта готовит уникальное представление на подступах к Великой Победе, которая в этом году состоится в районе селения Зарагиж Черекского района КБР. Для участия в мероприятии приглашены многочисленные друзья и единомышленники автора, в том числе участники военного оркестра под руководством Павла Крахмального и активистки Всероссийского женского союза «Надежда России». Все они примут участие в представлении и работе тематических зон проекта. На данный момент интенсивно идут репетиции творческой части программы, а также решаются организационные вопросы. В проекте задействованы как профессиональные артисты, воспитанники театра песни «Амикс», так и студенты университета и других учебных заведений республики, творческая молодежь, активисты, общественники. Санят Азрокова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». С 30 апреля по 8 мая во Владикавказе на родине Евгения Вахтангова будут проходить праздничные мероприятия в честь открытия Дома Вахтангова, самого уникального и масштабного проекта за вековую историю Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Во Владикавказ приедут около 450 вахтанговцев и друзей театра. Старт торжествам дадут завтра ведущие артисты Вахтанговского театра и руководства Северной Осетии, которые посадят у дома Вахтангова сирень – любимый цветок Евгения Багратионовича, ставший символом созданного им театром. Затем состоится торжественное открытие Дома Вахтангова, в котором примут участие глава Республики Сергей Миняйло, представители аппарата президента России и Министерства культуры Российской Федерации, директор театра Кирилл Крок, артисты театра имени Евгения Вахтангова, а также Дина Вахтангова, правнучка режиссером. Вечером во Владикавказе на площади Свободы, которая находится по соседству с домом Вахтангова, состоится грандиозный концерт-открытие «Вахтангов. Путь домой». В нем примут участие более ста артистов-вахтанговцев, а также приглашенные звезды российской эстрады и представители творческих коллективов Владикавказа. 2 мая Дом Евгения Вахтангова распахнет свои двери для первых посетителей жителей и гостей города, а на сцене арт-кафе будут выступать Евгений Князев, Юля Рудберг, Людмила Максакова и другие известные вахтанговцы. Также с 3 по 8 мая в рамках федеральной программы «Большие гастроли» вахтанговцы представят во Владикавказе семь спектаклей. В Москве состоялось подписание меморандума о создании научно-образовательного консорциума «Вернанский» Республика Северная Осетия Алания. Мероприятие прошло на площадке МГУ имени Ломоносова в рамках шестого форума ректоров вузов России и Исламской Республики Иран. Подписи под документом поставили глава Северной Осетии Сергей Миняйло и президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Садовничи. Заключение меморандума подразумевает договоренность о сотрудничестве Республики с ведущим российским вузом в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на научно-технологическое и социально-экономическое развитие Северной Осетии, выработку предложений по созданию и реализации образовательных программ, ориентированных на потребности региона и конкретных ее отраслей экономики в высококвалифицированных кадрах. Инициатором создания консорциума выступил Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хитагурова. Реализовывать цели и задачи подписанного документа во взаимодействии с Московским государственным университетом имени Ломоносова будут все вузы республики. Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия. Член Комитета по образованию, культуре и информационной политике парламента Ингушетия, директор пожарно-спасательного колледжа Мусамархиев принял участие в торжественных построениях студенческих спасательных отрядов в честь празднования годовщины Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В Международный день добровольца Мусамархиев был отмечен благодарственным письмом президента России Владимира Путина за вклад в развитие молодежного добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Во Всероссийском центре координации подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований на базе Центрального спасательного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей, где проходит обучение в том числе студенты-спасатели из новых регионов добровольцев поздравили первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко и министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. Отмечается, что больше года студенты-спасатели помогают жителям новых регионов России. Одними из первых добровольцы прибыли в Ростовскую область, где вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями организовали штаб общественной поддержки «Мы вместе». Напомним, отряды Всероссийского студенческого корпуса спасателей сопровождают гуманитарные колонны и доставляют гуманитарную помощь, занимаются аварийно-восстановительными работами в новых регионах, оказывают адресную помощь людям. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Республика Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика. Как отметил председатель наблюдательного совета малого и среднего предпринимательства банка, гендиректор корпорации малого и среднего предпринимательства Исаевич Александр Игоревич. Работа с регионами строится на основе тех приоритетов, которые определяют сами регионы. Продуктовая линейка малого и среднего предпринимательства банка обеспечивает покрытие всех потребностей компании. Малого и среднего предпринимательства в заемных ресурсах. Предпринимателям доступно получение большинства кредитов и банковские гарантии в онлайн-режиме. Согласно стратегии малого и среднего предпринимательства, банк к 2026 году общий объем поддержки малого и среднего бизнеса в СКФО составляет 18,6 млрд. рублей. Напомним, малое и среднее предпринимательство в банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика. Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» будет сотрудничать с телекомпанией Челябинской области. Министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям в чате информации Ахмед Дудай встретился с делегацией из Челябинской области, гостем во главе с заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области с генеральным директором Обл.ТВ Олегом Гербером приехали в республику в рамках программы культурно-этнографического тура. Представители органов государственной власти и общественных организаций Челябинской области отметили грамотную политику главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Они также подчеркнули, что Чеченская Республика – отличный пример для них. Министр региона Ахмед Дудаев отметил, что гости пригласили в свой родной край. Кроме того, они обсудили вопросы возможного взаимодействия в разных сферах и договорились также о сотрудничестве по многим из них. В завершении встречи директор Чикадырка Грозный Чингис Ахматов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Обл.ТВ Олегом Гербером. Проректор по молодежной политике и социальным вопросам Чеченского государственного университета имени Ахмата Ахаджир Кадырова Аюб Гатаев стал лидером приложения «Верх». По этому поводу в Москве прошла встреча победителей с руководителем Центрального исполнительного комитета «Единая Россия», заместителем секретаря Генерального совета партии Александром Сидякиным. Это приложение является отличным инструментом эффективного взаимодействия партии со взгражданами, а также привлечения активных людей к общественной деятельности. Александр Сидякин отметил важность активности присутствующих в приложении, также их трудолюбие и вклад в развитие страны и молодежи. Имал Нарсанова для радиожурнала «Зори Кавказа». Сергей Меликов дал старт выдачи ключей пайщикам жилищного комплекса «Фэмили Блок». Долгожданные квартиры получают более 300 семей. Летом прошлого года люди обратились к главе республики с просьбой защитить их права в отношениях с застройщиком компании «Арси Групп». Глава региона поддержал претензии людей и взял вопрос под личный контроль. С тех пор Сергей Меликов регулярно выезжал на место строительства, общался с будущими жильцами и представителями застройщика. Под руководством Сергея Меликова рассмотрены вопросы развития автоматизированной системы обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона. В ходе совещания речь шла о концессионной инициативе группы компании «Урбантех» по развитию системы фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Непосредственно проект презентовал коммерческий директор «Урбантех» Даниил Хазов. В Дербенте в преддверии майских праздников первыми официально дают старт туристическому сезону. Горожан и отдыхающих ждут новые парки, скверы, пляж. Ну и самое зрелищное – комплекс фонтанов в парке Низами, в котором пройдет и мультимедийное шоу. В городе надеется, что этот год заметно превзойдет прошлое по числу туристов. Со 2 мая до конца сентября из Москвы в Дагестан будет курсировать туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Всего за неделю пассажиры познакомятся с Кавказом, его культурой и традициями. В Дагестане туристы увидят цитадель Наренкала, Сулакский каньон, крупнейший в Европе, песчаный бархан Сарыкум и другие достопримечательности. Расписание круиза распланировано таким образом, чтобы в течение дня туристы могли пойти по экскурсиям, а ночь проводили в поезде отели на колесах. Бетернисия Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Священнослужители Ставропольской и Невиномысской епархии вернулись из зоны проведения СВО. Участник специальной военной операции из Карачаева-Черкесии во время короткого отпуска на родину встретился с журналистами. Имена славных героев вспоминает Ингушетия в преддверии очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. 12-й Всероссийский съезд птизиаторов прошел в столице Чеченской республики. Традиционный проект куначества стартовал в Кабардино-Балкарии. Фестиваль идей и технологий проходит в Северной Осетии на базе Центра развития способностей детей «Альтаир». Торжественное мероприятие в честь столетия «Динамо» прошло в столице Дагестана. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Тысячи россиян находятся в эти дни на Донбассе и выполняют задания верховного главнокомандующего. Наши бойцы отстаивают и очищают от националистических украинских формирований территорию двух новых субъектов Российской Федерации. Спустя два месяца после начала СВО на фронт вместе с земляками отправился житель Карачаева-Черкесии Антон Шерстнев. Сейчас Антон выполняет боевые задачи в составе подразделения «Барс-16», а недавно побывал в коротком отпуске на Малой Родине. С ним встретилась корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия Руфина Ковалева. После службы в армии в 712 учебном батальоне в городе Камышине Антон Шерстнев служил по контракту в кинологической службе в Чечне, разминировал дороги и объекты инфраструктуры в Ханкале. Был награжден государственными медалями за воинскую доблесть и за службу на Кавказе. На тот момент, когда Антон принял решение отправиться на Донбасс, линия фронта была не столь обширна, как сегодня, и необходимости в дополнительном человеческом резерве особо не было. Но молодой человек вновь решил надеть военную форму и выполнить свой гражданский и воинский долг. «С первого дня спецоперации я тщательно следил за новостями, наблюдал за ситуацией на фронте и всем сердцем болел за наших ребят, находящихся за ленточкой», – рассказывает боец. Началась СВО. Для меня это обозначило то, что если мы не туда пойдем, они придут сюда. «Если бы они сюда пришли, столько разрушений было, столько просто ужас. Просто люди это не понимают некоторые. Они бы пришли, начали бы с Белгорода, потом бы до Ростова добрались, гасили бы там артиллерию. Если бы американцы пустили бомбардировщики, вот как Югославию, вот такое же было бы здесь. И все говорят, ну была бы война здесь, я бы воевал. Но раз ты так говоришь, если бы война здесь началась, ты бы убежал. Тоже Грузию. Надо вопрос решать там. Ну вот же началась эта буча. Мне обидно стало за наших солдат. Они этого не делали, я в 100% в этом уверен. И решила все видеть своими глазами и помочь Родине. А куда деваться, она одна. Ее любить надо. Пошел в военкомат. Как раз собирали казачий батальон. Получается, 11-й Барс. Как мы уже говорили, участник специальной военной операции Антон Шерстнев 7 лет служил по контракту в Чечне и имеет опыт. Но на Донбассе боевые действия совершенно другого уровня. Новое вооружение, современная электронная техника. Молодой человек рассказал, как проходила подготовка бойцов. Ну вот, поехали мы в Персиановку сначала. И где-то мы там, ну, с недельку максимум были, вот это, чуть постреляли, походили, поучили. Я везде ходил. И к снайперам, и к медикам, и к минометчикам, к разведчикам. Ну, чтобы знать хоть примерно. Потом с Персиановки нас привезли на Красную Поляну. Ну, там получается, как ротация. Там мы где-то с неделю были, пока вот это все поменялось. Узнали, куда ехать. Вот, мы на Красной Поляне. Там местные очень радовались, что казаки приехали. Мы там картошку бабушкам сажали. Детям там пайки раздавали. Там поможем, тут поможем. Ну, о казаках там очень хорошего мнения. Все рады. Там, ну, дело случая. Просто, ну, мне повезло. И вот пацанам просто повезло. В смысле, не попали. Ну, я горжусь, что я попал именно в 11-й барс, именно в 3-ю роту. Там ребята молодцы, очень хорошие. Бабай, Сомелье, Данди, тезка. Вот тезка как раз, ну, мы вместе с ним как в паре были. Ну, в плане спину прикрыть, да, оттащить там где-то ранят просто, ну, чтобы друг другу помогали, чтобы знали, что делать. Участник специальной военной операции Антон Шерстнев рассказал также, насколько важно для бойцов на передовой чувствовать моральную поддержку земляков и родных. Ты представляешь, когда письма детские привезли? Плакать хочется. В смысле, и желание появляется идти дальше. Молодцы. Поддержка была очень хорошая. И гуманитарку тоже собирали люди, в смысле отправляли. Мы жили там одной семьей, делились, кушали вместе, готовили, бывало вместе. Тем ребятам, которые в раздумьях, посоветуют вносить себе в мужество и пойти, в смысле, защищать Родину. Это уже получается Россия. Надо об этом задуматься. Уже, по сути, война в России, надо людям помочь. Они от этих украинцев настрадались. Они их за людей не считали. Война всегда показывает людей без масок. Эмоции порой выходят через край. Рассказывает наш земляк. Но даже когда кажется, что силы на исходе, важно при любых обстоятельствах оставаться человеком. Радиожурнал «Зори Кавказа». Священнослужители Ставропольской и Невиномысской епархии вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Сейчас ее участники уже приступили к своим привычным обязанностям. О том, какие задачи ставились перед духовными лицами, корреспондент ГТРК Ставрополье Павел Кудрявцев. Слава на путствие и благословение звучат из уст митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла. На священнослужителей возложена ответственная миссия. Сегодня самая главная миссия в церкви – духовно помочь людям, те, которые нуждаются в этом. И в первую очередь все 30 священников, которые едут со Ставропольской епархии сегодня в Луганскую Народную Республику, они должны быть распределены по госпиталям, по больницам и духовно помогать раненым нашим бойцам, да и местным жителям, которые находятся в этих больницах. Все начинается с души человека, сказал член епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протеерии Сергея Скупченко. Поддержим духовно будет и укрепление телесное. Знает, о чем говорит, гуманитарную миссию выполнять уже приходилось даже под обстрелами. И на этот раз готов. Священник – это как воин. Да мы, собственно, есть воины. Владыка благословил, а мы откликнулись. Помимо духовной помощи священнослужители оказывают и помощь практическую. В госпиталях до обеда работают как священники, после обеда – как санитары и младший медицинский персонал. От слов к делу. Гуманитарный груз доставлен в Луганскую Народную Республику. Большая партия пасхальных куличей, духовная литература, продукты питания, предметы медицинского назначения. Труды праведные священники принимают с воодушевлением. Вера и духовная стойкость – главное, чем они готовы поделиться. Радиожурнал «Зори Кавказа». Дань памяти подвигам предков. В преддверии очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне Ингушетия вспоминает имена славных героев. Вера и правда в одном строю с представителями многих национальностей Отчизну от агрессора защищали десятки тысяч ингушей, и каждый отличился бесстрашием и самоотверженностью. Немалую роль сыграла и надежная поддержка из тыла. Среди тех, кто в тот тяжелый период обеспечивал общественный порядок и безопасность, был Абдул Сагиб, Абдул Керимович Угурчиев. Страницы истории перелистала корреспондент ГТРК Ингушетия Танзила Пугоева. Имена представителей нескольких поколений Угурчиевых с золотом сияют на мемориале памяти и славы. Наш герой родился в семье царского офицера, дважды кавалера именного оружия Абдул Карима Саудул Хаджиевича, отставной полковник Первой мировой. Желал, чтобы дети сволили гражданские профессии, устроил сыново-владикавказский технику, но гены взыграли, рассказывает сотрудник Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Фатима Далакова. Следующей ступенью для него станут курсы НКВД. Закончив курсы НКВД, он уже вернется на свою малую родину, в село Икажево, будучи участковым оперуполномоченным районного отдела милиции. В этом статусе Абдул Сагипа Абдул Каримовича и застала Вторая мировая война, когда она спустя два года приобрела статус Великой Отечественной. Оперуполномоченный Угурчиев попросился добровольцем, но в стране такие стражи порядка требовались на другом фронте. Они были необходимы в тылу, то есть для наведения и поддержания порядка, а также борьбы с такими, как мародерство. В январе 1944-го пришло известие о том, что старший сын Абдул Каримову Гурчива, Абдурахман, принимавший участие в проводах гитлеровцев, на Белорусском фронте пропал без вести. Абдул Сагип отправляется на его поиски. Его поиски не увенчаются успехом, он вернется ввиду других тревожных новостей в февраль 1944-го года. Вернется как раз тогда, когда в доме будут находиться офицеры НКВД, которые собирали семью. В депортации исключительные качества позволили Абдул Сагипу у Гурчива не только восстановиться в должности оперативника, но и стремительно развить карьеру. Для начала необходимо было избавиться от особого отношения к спецпереселенцам. Ему давали самые сложные задания, именно внедряться в банды, обнаруживать с последующим арестом. После нескольких очень сложных таких тайных операций он заслужит уважение и авторитет среди своих сослуживцев, даже сможет в казахском МВД занимать высокие должности. В 1957-м Абдул Сагипу Абдул-Каримовичу Гурчиву поручили восстанавливать хозяйство, впоследствии он упоказал себя грамотным управленцем, занимая различные руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев побывал на масштабном медицинском форуме. Подробности в репортаже. В Грозном прошел 12-й всероссийский съезд в Тезиатров. Торжественное мероприятие прошло в Чеченском драматическом театре имени Хампашину Родилова. В торжественной церемонии приняли участие глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, директор Национального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Ирина Васильева, заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий и другие гости. Рамзан Кадыров тепло поприветствовал участников и гостей мероприятия. Он особо подчеркнул, что благодаря проводимой работе удалось значительно преуспеть борьбе с туберкулезом и включить Чеченскую республику в пятерку субъектов России с наименьшей смертностью от этого заболевания. Рад приветствовать вас, столицы Чеченской республики. Я горд, что площадкой для проведения этого съезда был выбран Грозный. За последние годы сфера здравоохранения республики вышла на совершенно новый уровень. Увеличилась продолжительность жизни, сохраняется естественный прирост населения. Мы понимаем важность борьбы с туберкулезом. Наша республика уделяет достаточно внимания этому. И вот для нас важной задачей остается постоянное повышение уровня квалификации специалистов. Пользуясь случаем, хочу попросить всех проголосовать за Ирину Анатольевну на предстоящих выборах президента российского общества фетезиаторов. Ирина Анатольевна внесла большой вклад в научные исследования по борьбе с туберкулезом. И она всегда оказывает помощь и поддержку Чеченской республики. Хочу пожелать участникам съезда плодоторной работы. Ирина Васильевна поблагодарила всех за самоотверженный труд и личный главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за вклад в борьбу с коварным недугом. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, от имени российских фетезиаторов позвольте вас сердечно поблагодарить за оказанную нам честь, вашего личного присутствия и открытия столь важного для нас форума, за вашу поддержку и за вашу помощь в борьбе с туберкулезом. Ваш личный пример, в частности в проведении профосмотров, позволил Чеченскую республику вывести просто в лидеры по охвату профосмотрами. И я уверена, что нашими общими усилиями под вашим руководством Чечня будет одна из первых республик, которая будет свободна от туберкулеза. Позвольте еще раз вам выразить огромную благодарность от нас всех. В текущем году съезд тезиаторов, который проводится раз в пять лет, собрал около 700 специалистов со всей страны и зарубежья. Ведущие отечественные и зарубежные тезиаторы обсудили ключевые вопросы диагностики, лечения и профилактики туберкулеза и инфекционных заболеваний. Также в рамках съезда состоялись пленарные заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности тезиатрии, а по итогам работы была принята декларация съезда. Радио-журнал «Зори Кавказа» Традиционный проект куначества стартовал в Кабардино-Балкарии. На открытии проекта участники знакомились друг с другом и делились своими ожиданиями. С подробностями корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Санят Озрокова. На открытии участники знакомились друг с другом и делились своими ожиданиями. Проект реализуется с 2009 года. За это время его участниками стали более 300 ребят со всей республики и не только. Организаторы проекта отмечают, что в какой-то момент проект имел статус международного. Детей из Кабардино-Балкарии принимали даже в Турции. Куначество – это кавказские обычаи, своими корнями уходящие к нашим далеким предкам. Кунаки живут в принимающих семьях других национальностей. Пока ребята гостят, они активно участвуют в их жизни и даже ходят в школу. Подробнее об опыте прошедших лет по проекту Куначество рассказал министр по делам национальности и общественным проектам Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов. Специально делаем во время учебного процесса для того, чтобы молодые люди, которые едут в гости, посещали бы и учебные заведения, и вообще все мероприятия, которые происходят в селах, в городах. Кроме этого, по практике мы увидим, что реализуется обширная экскурсионная программа. К нашей радости мы увидим, что основная масса наших кунаков, семьи наших кунаков, они продолжают взаимодействовать, продолжают дружить. В этом году в проекте участвуют школьники 8-11 классов. Всего 18 человек, среди них и те, кто уже имеет опыт куначества. Год назад Ислам Джантуев был принимающей стороной, теперь сам будет в качестве гостя. В прошлом году стало как-то интересно, заинтересовался, а в этом году интерес, наоборот, увеличился в плане того, чтобы быть уже противоположной стороной, то есть отправляющей, и посмотреть, каково было мальчик, который был у меня. Одна из основных целей проекта «Куначество» – дать возможность многочисленным народам, проживающим в КБР, лучше узнавать друг друга. Участники пробудут в гостях 8 дней. За это время они ознакомятся с языком и особенностями культуры другого народа. Радиожурнал «Зори Кавказа». От идеи до реализации на базе Центра развития способностей детей «Альтаир» проходит фестиваль идей и технологий. Юные физики, биологи, химики, айтишники представляют свои проекты. Все они воспитанники точек роста правобережного района Северной Осетии. Главная цель мероприятия – показать результат их работы. За битвой умов наблюдала корреспондент ГТРК «Алания» Наталья Фрейбер. Фестиваль идей и технологий на базе Центра развития способностей детей «Альтаир» в самом разгаре. Воспитанники точек роста правобережного района представляют свои проекты. От создания программаторов до процесса плазмолиза. Его демонстрирует ученица школы Ольгинского. Представляем лабораторную работу по теме плазмолиз-диплазмолиз в клетках корзи лука. Наша цель – познакомиться с основным свойством мембраны – ее полупроницаемость. Фестиваль был создан по инициативе Управления образования Правобережного района. От каждой точки роста приехали дети со своими научно-исследовательскими работами. Физика, биология, химия, информатика – целый ряд направлений. Наши ребята, которые обучаются в этих центрах, точки роста на самом деле достигли хороших результатов. У них есть научно-исследовательские работы, у них есть практические работы, которые они сегодня представили. И можно так даже сказать, что они похвастались друг перед другом. На самом деле это очень интересно, потому что мы видим, как горят глазки у детей, как довольны учителя, педагоги. В рамках национального проекта образования в Правобережном районе на базе 17 общеобразовательных учреждений работают 15 точек роста. Это 35 педагогов дополнительного образования. Поскольку Альтаир – методический центр для школ района, фестиваль позволяет преподавателям обмениваться опытом, актуальными идеями и собственными наработками. Сегодняшнее мероприятие у нас организовано для точек роста, чтобы показать результат работы их точек роста, который расположен в школах района. Каждый год количество точек роста у нас в районе увеличивается и тем самым увеличится количество педагогов. Плюсом этого мероприятия является то, что другие преподаватели увидели, чем они занимаются, то есть смогли пообщаться, можешь перенять друг другу опыт какой-то, можешь найти новое направление деятельности у себя. Так, например, Людмила Борзенко вместе с детьми занимается 3D-моделированием. Вот только вместо 3D-принтера используют бумагу и безграничную фантазию. В самодельных книгах оживают дворцы и целые города. Девочки делали на конкурс подарок ветеранам. Здесь представлено, конечно, не все города-герои. Просто мы взяли определенные конкретные какие-то города и сделали к ним такую. Внизу есть подложки для фотографий. Центр развития способностей детей «Альтаир» начал свою работу в сентябре. Инновационная площадка на 1200 обучающихся современным оборудованием, где юные биологи, атишники и техники осваивают науки. От точек роста, от дополнительного образования в сфере всего того, что происходит, конечно, большая польза. Во-первых, дети приобретают навыки исследовать какие-либо темы, какие-либо вещества, что в дальнейшем, конечно же, учит детей анализировать, вести какую-то научно-исследовательскую работу, которая в дальнейшем, конечно же, пригодится и для поступления в ВУЗы. Благодарность людям, которые создали вот нам вот такие вот условия, преподавателям, которые это устраивают. Конечно, это очень хорошая база центра «Альтаир», это очень хорошее место, где можно проводить разные опыты, исследования, в которых дети, и не только они могут знакомиться с чем-то новым и могут узнавать что-то новое. А узнавать что-то новое – это всегда, конечно, очень полезно и для человека самого, и для общества в целом. Чем больше мы знаем, тем больше мы делаем. Представленные проекты школьников и есть итоги работы центров дополнительного образования, за которыми стоит большой труд как детей, так и педагогов. Преподаватели надеются, что фестиваль идеи технологий станет традиционным. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Махачхале прошло торжественное мероприятие в честь столетия «Динамо». Этот месяц для спортивного общества «Динамо» юбилейный, по этому случаю в Республиканской национальной библиотеке прошло торжественное мероприятие, где глава Дагестана отметил государственными наградами и благодарностями вклад «Динамовцев» в спортивную жизнь региона. Как подчеркнул Сергей Меликов, история общества «Динамо» в Дагестане – это летопись удивительных спортивных побед. Репортаж корреспондента ГТРК «Дагестан» Магомеда Баширова. На стендах фото-выставки «Что не снимок, то легенды». Борцы Абдурашид Садулаев и Магомед Гацан Абушев, футболист Александр Маркаров и боксер Нурмагомед Шановазов. А это они уже в зале национальной библиотеки. Тепло встречают друг друга и общаются. Им всегда есть о чем поговорить. За плечами долгая спортивная карьера, которая прошла под знаменем общества «Динамо». Его представители всегда стояли на защите интересов своей родины, и на спортивных состязаниях, и на поле боя. Мы живем жизнью нашего государства. А в государстве, вот эмблема с буквой «Д», она для многих является основой воспитания, основой жизни. И вообще «Динамо» – это не просто физкультурно-спортивное общество. На мой взгляд, «Динамо» – это образ мышления, это образ жизни, это образ поведения. И доказательством тому является участие многих «Динамовцев» в Великой Отечественной войне. 18 апреля 1923 года был создан футбольный клуб «Динамо». И эта дата считается днем рождения физкультурно-спортивного общества. Сегодня под «Динамовской» эмблемой культивируется 80 видов спорта, где воспитывается спортивное и духовно здоровое поколение. Богатые традиции «Динамовского» движения сложились и в Дагестане, где борцы, боксеры и легкоатлеты добывали великие победы. Всего, что есть в Союзском Союзе, в мировом спорте. Даже за границей, когда бываем, если «Динамовцем» борешься, а не знаешь, просто так не уйдет он. Не жалеешь пот, который проедет. Вот борцы, боксеры – это тяжело. Каждый день по 4-5 килограмм пота проливать, 3 тренировки по кило, по 1,5 выгонять. Они специально выгонят. В делах потеешь. Тогда смотришь 5-10 килограмм, по территории, и сам идут. Другой дороги в спорте нет. Воспитальники Дагестанского Республики Динамо достойно представляли и сегодня представляют нашу республику на всероссийских и международных спортивных спортивной арене по различным видам спорта. Дагестан по праву считает спортивной республикой. Дагестанские спортсмены, выступая на первостах и чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр, зарывали более 900 медалей различных достоинств. Влад Динамовцев спортивную жизнь республики глава региона отметил государственными наградами и благодарностями. Это целая плеяда чемпионов разных поколений, которые сегодня воспитывают такую же смену спортсменов, нацеленных только на победу, потому что девиз Динамо – «Сила в движении». Радиожурнал «Зори Кавказа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.